Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука, 27 марта. У нас сегодня ночью было минус 5, ну хотя бы прекратился буран, лужи замерзли, небо такое, как бы темноватое, солнце еле-еле пробивается сквозь вот эту серость. Но зато днем прогноз плюсовой, плюс 1, плюс 2, и я сегодня как раз буду высаживать свои томаты. Первые. Какая-то часть томатов уже ночевала у меня сегодня здесь, какую-то я часть еще дополнительно сюда принесу. И так как сегодня будет не очень жарко и не очень солнечная погода, это самый благоприятный период для высадки томатов. И мне не будет жарко, и они сильно не завянут. Я вот верхнюю пленку сняла, заглянула туда, посмотрела. Переночевали очень хорошо, у них там хороший такой микроклимат, теплый. Сейчас греть, обогревать всю теплицу, вот все это воздушное пространство, смысла нет. Лучше создать вот так локально, но более теплую температуру. Поэтому я их закрыла и сделала в теплице еще одну теплицу. Ну вот, на следующий день утром я пришла, увидела, что все мои томаты прекрасно переночевали. В теплице, в самой, во всей теплице, во всем огромном этом воздушном пространстве не так тепло, но у них там под куполом очень хорошая теплая погода. Ой, благодать! Прекрасно! Сейчас будут все высажены на постоянное место. Ждут давно мои детки, когда... Сейчас еще буду сюда натаскивать томатов. Ну все. 9 утра, солнце еще только-только, ну невысоко не пригревает, самое время работать. И вообще птички поют, несмотря на то, что холодно и сугробы. По некоторым признакам можно все-таки догадаться, что у нас весна. Самое сложное перенести такие огромные томаты в теплицу. Вот теперь и высокорослые тоже сюда принесли. Я всегда говорю, что самое трудоемкое, это не сам посев или высадка, а именно подготовка к этому процессу. Так же, как посеву, перед тем, как высадить я могу за один день. Я сейчас возьму все, полно втолкаю. Но перед этим сколько работы и подготовка грунта, и переноска, это все. Это очень трудоемко. Если вот те в крайнем ряду, которые штамбовые, в этот же день посева в один и тот же, они выглядят, конечно, аккуратнее. А эти, смотрите, какие. Вот это у меня здесь новые, мамонтенок и кулема. Ну, у меня так же выглядят и мои. И вот там ботяня, тяжеловес в Сибири, они все уже не то что цветущие, а с плодами. Конечно, и переноска, и посадка таких томатов требует особой осторожности, такого внимания к ним. Так как я лунки приготовила заранее, я вот сейчас выложила весь один, ну, почти весь один ряд. Сразу его посажу, потому что все уже готово. Смотрите, какие сорта у меня тут в крайнем ряду будут. Ну, то, что я говорила, гномы, да, будет бой с тенью. Он уже, видите, с помидорками. Вот первые два, гном бой с тенью. Вторые два. Улу-рохра. Можете обратить внимание, что корневая система у всех уже предельно развита, что вот уже крайние сроки наступают, пора их высаживать. Улу-рохра. Потом гордость пирса, тоже мощный такой куст. Не знаю, как будут показывать себя в теплице. И следующее, пурпурное сердце. Там дальше я их еще не расставила, но там будет дельта-дайвер и другие гномы. Все они, видите, одинакового размера пока что. Потом какие-то вырастут повыше, как дельта-дайвер. Она полтора метра у меня, был томат на улице. Какие-то останутся поменьше. Вот пурпурное сердце. Улу-рохра должны быть полметровые были в открытом грунте. Ну, около метра должны быть. Какие будут, не знаю. Но сейчас я их буду вкапывать очень просто. Разгребаю в луночке ямку, ставлю туда вот этот куличик, ком с корнями и засыпаю. Потом все единовременно, очень обильно полью. Первый ряд томатных гномов высажен. Сейчас, как только я их полью теплой водой, между ними я буду ставить по одному томату на растолщение, на доращивание. Это вот тот лоток стоит, который пойдет или на эту сторону, но вторую позднее, или вообще в ту, в уральскую теплицу. Потому что здесь самые комфортные условия. Тут днем будет солнышко, ночью будет тут прохладно. Они тут не перерастают, толстеют. И еще первые две лунки при ранней высадке я никогда не занимаю, потому что у меня на тот период, когда у нас мороз еще, вот, например, сегодня было в минус 5, будет еще и минус 3, минус 4. Тут у нас стоит ветродуйка, вот эта тепловая пушка. И эти две лунки я всегда оставляю, потому что тут для них опасность. Ну, электроприбор может их как бы зажарить, как сказать-то, перегреть. И вот эти две лунки остаются всегда на самой последней. В самую последнюю очередь я туда подсаживаю какие-нибудь два томата. Конечно, не обошлось без остатков. Вот этим гномикам прекрасным, красивым не хватило места в теплице. Я их попробую дотянуть до открытого грунта. Как это сделать? Перевалить в тару большего объема. Они снова начнут наращивать корневую систему. На время маленько притормозится их рост вот этот верхний. И может быть доживем до открытого грунта. Первый полив после высадки делаю очень-очень обильный. Чтобы вот этого влага задела, хватило хотя бы на первую неделю. Потому что они сейчас, я их закрою. И уже постараюсь неделю их не трогать. Ну, могу только пленку открывать. Вот первый, который из таких, из крупноплодных высажен. Хочу вот так вам специально издалека показать, чтобы вы посмотрели, насколько все-таки разные томаты, вот которые штамбовые и толстоногие, и которые простые. Вот этот тяжеловес Сибири, он даже не индетерминатный. Он обыкновенный, он будет метр пятьдесят. Просто он простого обычного строения. И они обычно вот так вот, видите, вымахал вот такой. Это один день у меня посева. И правые, и левые. И теперь становится понятно, почему для получения раннего урожая, суперраннего урожая, для ранних посевов, я раньше использовала всегда вот такие вот толстоногие штамбовые томаты. Потому что если бы у меня сейчас не было подогрева грунта, те, я еще могла бы до середины апреля, например, сберечь, как-то довести в хорошем состоянии. Вот эти томаты еще полмесяца мучить, уже теряется качество рассады. И только поэтому я раньше всегда использовала вот такие. Хотя они вот Настенька, например, там другие, они тоже есть крупноплодные, прекрасные томаты. И для получения раннего урожая у них огромный плюс, то, что они не вытягиваются в рассаде. Ой, продолжаю высаживать громю, которые выше меня ростом. И вот они, я еще мужу сказала, я говорю, как я их буду высаживать, они достают почти до этого уже, до дуги. В этом году в наши привычные ряды вклинились новинки. Вот сюда, в эту теплицу. Ну, это так, вот те самые известные вот мамонтенок, там Кулема, Етина, мать сердцеедка. И так как я обещала за ними последить, особое внимание им уделить, то я их тоже высаживать буду сейчас, прям в первую очередь. И на одном из мамонтят вот как раз покажу, как я делаю высадку. Ну, конечно, показывать мне сложно, потому что я одна, я сегодня вообще здесь одна копаюсь, нет никого. Муж отсыпается перед сутками, я его сильно не трогаю, вот попросила воды принести и все. Помощников нету. Это очень неудобно вот с такими длинными томатами. Тут бы один держал, другой бы прикапывал. Но ждать не могу, потому что завтра вдруг будет жарко. И хочу сказать особо про мамонтенка, вот про этого. Многие же им интересуются. И если сначала он вроде бы при всходе, во время посевов, при всходах, эти семена отставали. Они почему-то взошли позже всех. И рассада первое время была, ну, отстающая. То сейчас мамонтенка, видите, я высаживаю тоже уже с плодами. Один с плодами, а другого прям горошинки маленькие висят. Все хорошо, все он прекрасный, красивый. Но все-таки я его высаживаю сюда с опаской, потому что боюсь как бы не нарваться на томата-гиганта, как в прошлом году. Коум тоже был хороший, красивый. Потом как понесся и вшире ввысь. И, ну, короче, вы поняли. Как бы здесь он не заслонил своими вот... У него листья отличаются от наших сибирских. Если у наших... Сейчас. Вот такие, видите, как тоненькие. Вот у меня и ботяне, и тяжеловес Сибири, и пудовик. Все такие. Они тонкие, вот эти пластинки. С большими промежутками. Между большими, еще какие-то крошечные. И, ну, короче, пустоты есть. Мамонтенок никаких пустот нам не дает. Видите, какие листы? Они сплошь. Если они вот так вот раздвинутся, они закроют все солнце другим. Ну, посмотрим. У нас разговор короткий. Если будет сильно мешать, мы его выгодим из теплицы. Но высаживать пока высаживаю. Вот сейчас покажу, как я высаживаю те огромные томаты, которые у меня в мешках. Я поставила вот эти кулечки с томатами. И начинаю. Можно обрезать с двух сторон мешок. Можно с одной стороны обрезать, чтобы как оголить вот эту вот ну, земляной ком с корнями. Все. Из лунки тут уже так просто не посадишь, как вот те гномы. Просто ручкой взял туда раз, дырочку и воткнул. Тут я делаю выемку грунта основательную. Ну, куда-то сейчас в отдельный лоток выложу. Потом поставлю вот эту куличика, можно назвать, невозможно. Вот это вот, короче, вот это растение с корнями. И сверху все, что было, снова присыплю. Стараюсь, конечно, очень бережно относиться к этому вот кому, чтобы не повредить корни, чтобы растение стресс никакой не почувствовало. Для чего? Для того, чтобы вот эти молодые детеныши не отвалились у нас. Грунт из лунки. Для того, чтобы посадить томат вот с большой, с такой корневой системой, я выбираю вот просто в лоток и делаю так, чтобы вот это углубление было не меньше размера вот этого вот кома земляного. И желательно, чтобы даже еще немножко было можно заглубить хотя бы вот так. еще новые корни образуются. Все, сейчас я камеру выключу. Осторожно возьму эту формочку, поставлю туда и покажу вам дальше. Конечно, тут проблема больше всего только в копании вот этой глубокой ямки. Потом форма туда вставится, и я вот с этого лотка просто опрокидываю весь этот грунт назад. Равномерно сейчас распределю и полью. Поливаю очень-очень обильно. У меня вот этот ковш двухлитровый. Я полную лунку налью. Пойду заниматься другой лункой. Жду, когда она впитает эта вода. Потом, видите, вот так. Потом возвращаюсь. еще доливаю. Один ковш двухлитровый обязательно выливаю. Потом посмотрю, подумаю и, может быть, добавлю даже еще немножко. Вода лишней не будет. Если она уходит хорошо, впитывается, значит, грунту нужна эта влажность. Ой! Но одной рукой-то работать сложно, конечно. Поехали дальше высаживать. Вот сегодня я весь день здесь проработала. Ничего не было включено. Вы смотрите, напольный у меня на грунте так, 10, 10, 20, 22 градуса. Сейчас посмотрим верхний, который воздух показывает. Ой! 10. Тут 17. И вот такая температура, если бы ночью не опускалась, например, сегодня опять будет минус 1, вот эта температура идеальная не только для высадки, но и вообще для дальнейшей жизни, когда нет жары. Вот этот особенно период адаптации. Почему я тороплюсь сегодня высаживать, завтра, пока не наступила жара. Там, когда дальше через несколько дней будет плюс 8, плюс 9, тут будет ад кромешный. И томатам привыкнуть сразу тяжело, потому что в комнате все равно более умеренная погода. А вот это 17, 18, 20, 23, ну прям идеальные температурный режим для них. Тут же еще немножко влажность побольше, чем дома. Они через 2-3 дня прям воспрянут, разогнут все свои листочки. Видите, у нас жарко, сухость воздуха, хорошие качественные листики и трубочку сворачиваются дома. Это значит, что все-таки они жили там в очень некомфортных условиях. Им там не нравилось. Ой, медленно, но верно продвигаюсь я все-таки в тот конец теплицы. Ой, извините. Сегодня я, конечно, все недовысаживаю, но тут еще один нюанс. Я вам показывала, что в начале лунки не трогаю, не высаживаю. Это из-за агрессивной ветродуйки. А в самом конце, до конца я не высаживаю, оставляю по 2-3 лунки в каждом ряду из-за того, что вот в такой пока в холодной морозной температуре тепло отсюда до самого конца она все-таки не доходит. И высадив там свои растения, я все-таки буду рисковать ими, потому что, смотрите, еще снег, еще на улице минус. Если будет минус покруче сегодняшнего, например, не минус 5, а минус 8, эта ветродуйка до туда не додувает, и там возможно подмерзание или хотя бы не подмерзание, но у них там будет стрессовая ситуация, мне это не нужно. Я никуда не тороплюсь, я сейчас вот эти ряды досажу, потом завтра буду готовить эту грядку. Мне все равно тут высаживать, но тут им теплее, поэтому пока я сделаю лунки, пока я все подготовлю, все это прорыхлю, ну короче, этими работами буду пока заниматься, возможно, ночной минус уйдет, я и там досажу, и здесь высажу. вот два конца в начале и в конце у меня остаются непосаженные, пустые луночки. Хочу показать, полюбуйтесь, какой бардак может сделать один человек за один день в теплице. Заходило, было все чистенько, все так хорошо, тыц-тыц-тыц, все, нахозяйничалась. Вот сейчас представьте, пойду домой, это надо все собирать, все свои пложки, ведерки, поливалки, все нести домой. По мере того, как я высаживаю, вот видите, в лунку высадила, между первой и второй лунки я ставлю два стаканчика. Здесь расставляю и те томаты, которые запланировала высаживать завтра, вот даже на дорожке по одному стоят, и те томаты, которые остались лишними, пока они будут ночевать здесь, тут, конечно, неразбериха полнейшая, и завтра мне снова придется их оттуда изымать, разбирать, какие-то оставлять здесь, но вот ночевка будет дружная, вот такая компания. Все, сейчас буду закрывать пленки, так как томаты, вот эти с края, очень-очень большие, закрывать пленку нужно очень осторожно. в этом году я специально положила сначала вот такую полиэтиленовую пленку, сверху уже ткань, только для того, чтобы, вот завтра, например, я приду, если я не буду работать, то я уберу только вот эту не тканку, белую плотную, а это останется, выключу все подогревы, и она естественным теплом, на естественном тепле будет там вот эта вот она рассада вся, ой, упал там, подождите, ну вот, чуть махнула пленка и воздушной волной свалилась два или три стаканчика, нужно быть очень осторожным, это я для себя говорю. Вот, я прикрыла там все пленками, ушла, и теперь из дома наблюдаю, у меня часть рассады стоит вот здесь, в придомовой теплице, а часть вон там, далеко в огороде, но тут она открытая, а там под полиэтиленовыми пленками, нигде ничего не обогревается, пасмурная погода, сейчас покажу вам показатели, тут у меня нижняя 23, это дома, 10 придомовая, а 17 та теплица, которая, вот, в которой только что высадила, и вот по этим датчикам хорошо видно, даже в пасмурную погоду, даже без обогрева, одна вот эта полиэтиленовая пленочка, датчик устроен именно внутри вот этого купола, она намного лучше сохраняет тепло, представьте, на 7 градусов, тут вот 10, а там, а там еще 17, вот это, которая в придомовой теплице, когда будет 8 градусов, ее придется заносить, это уже очень мало, здесь и так уже холодно, но все, сегодняшний рабочий день закончен, уже вечер, 6 часов вечера, завтра, с утра, пойду проверять те посадки, которые сделаны, буду делать новые посадки, будет опять вот сюда вынос рассады сюда на солнце, завтра обещают более хорошую погоду, так что рабочий день будет, наверное, продуктивным, до свидания, субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok